Компьютерный ЕГЭ по информатике, 2021 год, задание 4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв IKLMN, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию фоно. Для буквы N использовали кодовое слово 0, для буквы K кодовое слово 1 0. Какова наименьшая возможная суммарная длина всех пяти кодовых слов? Итак, внимание. Это задача на кодирование, и она чаще всего на неравномерное кодирование. Важно произнести следующие вещи, что, собственно, кодирование не обязательно двоичное. Но в ЕГЭ оно двоичное всегда. Что значит кодирование? Это способ записи цифровой информации на другом алфавите. То есть сам вопрос о цифровке не поднимается. Уже необходимо наличие алфавита, ну и слов, составленных из этого алфавита. То есть информация принципиально уже цифровая. Есть некоторый набор, неважно назвать это, цифр, букв, символов, которые подлежат кодированию. И, собственно, вот это кодирование, да, или кодовая таблица, да, потому что каждому символу должен соответствовать какой-то код. То есть кодовое слово, а значит есть алфавит, которым мы собираемся кодировать. То есть по сути это переход информации из одного цифрового вида в другой цифровой вид. Я хочу подчеркнуть, что слово кодирование не подразумевает шифрование. Хотя шифрование тоже может обозначаться этим словом. Короче говоря, принципиально следующая информация. Есть некоторый символ, и есть некоторое кодовое слово. Кодовое слово. Так вот, если мы говорим о двоичном кодировании, а именно так мы сохраняем информацию в наших двоичных компьютерах, да, вот если мы подчеркиваем, и в ЕГЭ это так, тогда у нас только два символа, это нолик и единичка. Это два состояния, которые мы можем использовать для кода. И тем не менее есть некоторые варианты, а именно, вот у меня есть некоторый набор символов, неважно там А, Б, В, там, или иколомоне, да, это не так важно. Важно то, как я буду выбирать эти кодовые слова сейчас. Есть первый вариант. Я могу каждое кодовое слово, да, обозначить, точнее, не обозначить, а задать одинаковой длины. То есть, естественно, я не могу выдать им никаким образом так, чтобы у меня использовались символы маленького алфавита для кодирования алфавита большей мощности. Это невозможно, потому что тогда у меня будет, ну, неоднозначность. Я закодирую какой-нибудь ВАГ, да, и не смогу декодировать, потому что у меня одинаковые коды для разных букв. Между прочим, в коде Азбуки Морзе такое допускается. Там для буквы Е и Ё в русском алфавите одинаковые, одинаковые коды. Там декодирует человек, и эта ситуация понятная. Ну, люди разберутся, да, при печати книжек пропускают точечки над Ё, да. Но в ситуации нормального декодирования, эта ситуация неоднозначности недопустима. Вот, и казалось бы, достаточно всего лишь выбирать разные коды, выбирать разные кодовые слова, да. Но это работает только тогда, когда у вас длины кодовых слов одинаковые, да. Потому что если вы, не знаю, там БВАГ какой-нибудь, БВАГА, давайте сделаем, да. Так вот, что у меня получится? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Если код равномерный, то есть длины всех кодовых слов одинаковые, тогда понять, где находится код какой-то конкретной буквы, нет проблемы. И еще, кстати, один важный момент. Для равномерного кодирования я сразу могу мгновенно вычислить местоположение этого символа. Вот так вот просто раз, и отсчитал на нужное количество бит. Ну, если это там целое количество байт, то я буду вот так вот мгновенно доставать из оперативной памяти IT-символ. Запомните это. Если вы будете IT-специалистами, на что я надеюсь, то вы должны знать, что при равномерном кодировании, а это, например, UTF-16, UTF-32, в этом случае вы имеете возможность делать вот это вот за O от единицы. То есть, короче говоря, вот так вот, мгновенно. Если же вы начнете выпендриваться, каким это образом можно начать выпендриваться? Ну, я там, сейчас парочку моментов хотелось бы еще обсудить. Если это будет неравномерное кодирование, как это сделать, это отдельный вопрос, то вот этого у вас не будет. Понятно? И эта кодировка будет называться UTF-8. Она наиболее популярна, потому что, на самом деле, обычно прыжки по строке на IT-символ, такие, произвольный доступ, random access, он не нужен для строк. Последовательное чтение, оно вполне подходит. Поэтому, но знайте, что это дело существует. Ладно. Так вот, для сжатия информации существует неравномерное кодирование. Давайте для этого осознаем, откуда оно берется, в чем фишка. При равномерном кодировании мы можем исчерпать потенциал нашей кодовой таблицы. Это именно то самое, что произошло с таблицей ASCII. ASCII. Это американская кодовая таблица, в ней содержалось 128, собственно, всевозможных комбинаций, потому что там предполагалось по 7 бит на символ. Это немало, 128 символов. Это довольно много, потому что там удается закодировать и английские маленькие, и английские большие буквы, да, всю латиницу. И цифры, и операции, и скобки, и всякие невидимые символы. Прекрасно, замечательно. Зачем же нам еще нужно что-то, да? Вот. Интересно то, что это дело помещалось всего лишь в 7 бит. 7 бит. Соответственно, ну понятно, откуда, да, из комбинаторики вылезает, если у нас 7 позиций, да, получается 2 в 7, это 128. Понятно, почему я про это говорю, да? Вот. Интересно что? Что когда байт оказался равен 8 битам, да, то люди стали накручивать дополнительно. А давайте старший бит сделаем единичкой. И это будет означать, что у нас какое-то расширение кодовой таблицы. Я это сделаю сейчас на доске в миниатюре. Посмотрите. Допустим, появилась необходимость кодировать, слушайте, да, хоть те же самые ABCD, ABCG какие-нибудь, да, ABVG. Ладно, короче, допустим, ладно, добавить просто букву D надо. А я не могу, не меняя кодировку. Ну, собственно, кодировка и кодовая таблица это, по сути, одно и то. Не меняя принцип кодирования, то есть кодировку, я не смогу добавить букву D. Кодовые слова исчерпаны. Да? Но возникает идея, а давайте удлиним нашу кодировку естественным, в кавычках, образом. Добавим нолик в начало. Тогда кодовые слова, начинающиеся с единички, у меня, собственно, не заняты. Я могу там, не знаю, 1, 0, 0 выдать буквы D. Ну, я сейчас по двоичной системе счисления просто взял следующее число. Двоичное. Да? Так вот. Замечательно. Но теперь представьте себе, что люди бы работали, а больше букв нет. Все, наверное, конец. Не надо. Больше букв не надо. Надо было одну, я ее добавил. Я причем уверен, что больше букв не надо. Да? Как будут поступать люди, если они будут передавать информацию, пользуясь вот такой системой? Они будут поступать так. Вот этот 0 пропускать нельзя. И если его, не дай бог, пропускать, тогда мы начнем путаться. Могут возникнуть большие проблемы, да? 1, 0, 0, 1, 0, 0, да? Буква D, D. Да? Может быть, если я вот этот нолик не буду использовать, да? Будет очень плохо получаться. Потому что тогда это получается 1, 0, 0, 1, 0, 0. И если этот нолик не буду писать, да, то что у меня может получиться? Ну, слушайте, 1, 0 может быть воспринято тогда как буква V, 0, 1 как буква B, да, и 0, 0 как буква A. То есть ей может возникнуть ложное прочтение, да? Поэтому, извините, этот нолик очень важен, да? Так, но что же могут люди, опять же? Люди, они обладают интеллектом и могут подстраиваться. Вот мы кодируем сообщение какое-нибудь. А-г-б-да, да? В. А-г-б-да-в. И люди, д, еще раз, да? Значит, люди что делают? Вот они идут R-ть, R-ть-б, соответственно, что там у нас? 0, 0, 1, D 1, 0, 0, да? А- 0, 0, 0, V 0, 1, 0, D 1, 0, 0. И людям свойственно экономить. Они, подождите, ну понятно, у нас кодовые слова по 3 двоичных цифры, да? Да, я буду говорить бита, хотя это не совсем корректно. Бит это мера измерения информации, наплевать, да? По 3 двоичных разряда, по 3 бита. Так вот, они скажут, подождите, если я вижу, что код начинается с единички, то кроме D с единички не начинается ничего. А зачем я тогда буду передавать дополнительные 2 бита? В этом нет необходимости. Давайте я буду просто писать 1, правда? Люди, я уверен, да, два радиста быстро бы сообразили, зачем. Просто давай экономить, да? Не будем передавать информацию 1, значит D. Сразу, как вы видите, пропадает возможность прыгнуть на какое-то пространство, потому что у меня тогда, значит, они более плотно упакованы. Но возникает сжатие, более плотная упаковка, да? Интересно то, что декодирование в этом случае однозначно. Что же сработало? Надо сказать, что это условие и называется условие фоно. Но приятно не сказать про него вслух. Вслух скажу. Условие фоно означает, что ни один код не является началом другого, более длинного кода. Ну, сказал. Но приятнее, когда это выглядит визуально. Давайте нарисуем префиксное дерево, ну, или можно сказать, такой бор для кодовых слов данной системы кодирования. Бор это такое дерево, в данном случае он будет двоичный, поскольку код двоичный. Это состояние, когда я как бы еще, умное слово скажу, конечный автомат, который пытается читать битовую последовательность нашего кода, он видит, я еще ничего не прочитал, ничего не знаю, какой символ мне предстоит. Вижу единичку, о, это буква D. Увидел 0, не знаю, но это кто-то от А до Г, да? Пока не знаю точно. Сейчас разберемся. Считываем второй символ. Если это 0, то это либо А, либо Б, но не знаю точно, если единичка, то это либо В, либо Г. Если после 0,0 пойдет 0, то это однозначно буква А, да? Если 1, то это буква Б. Если после 1, 0, то это В, если после 1, 1, то это буква Г. Что получилось? Получил, собственно, еще раз говорю, бор кодовых слов, да? Трие, да, или дерево, можно сказать, да, такое дерево, префиксное дерево для кодовой таблицы. Понятно, да? Так вот, условие ФОНО означает следующее. Что ни одна буква не должна торчать вот здесь в середине. Короче, из яблока не должны расти вверх. Понятно? Вот и все. А теперь, внимание, давайте перечитаем еще раз условия задачи, посмотрим. Для кодирования некоторой последовательности у нас здесь 5 букв и коломене. Решили использовать неравномерный, да? Для буквы ИОН использовали кодовое слово 0. Для буквы К кодовое слово 1, 0. Так, давайте попробуем это дело отобразить. И коломене, да? Здесь кодовая таблица. Слушайте, мне ансамбль, сама кодовая таблица, мне не столько даже интересно. Я обойдусь рисованием вот здесь. Так вот, смотрите. У меня 0 означает N. И это означает, что больше здесь никого нет. С нуля больше. Никто не начнется. Букавка К начинается с 1, 0. И опять же, больше кодов, которые будут начинаться с 1, 0, нет. А дальше вопрос вот какой. Сколько мне еще букв осталось? Да, если N и K я уже закодировал. Да, N, 0, K, 1, 0. Да, мне остаются еще три буквы. Не так важно. Опять же, И, Л, М, да? Ну, это еще раз, не важно. Мне вот этого рисунка будет достаточно для того, чтобы задачку решить. Но смысл следующий. Я не могу сюда повесить букву сразу. У меня будет кодовая таблица, моя система кодирования, она будет закрыта для расширения. Между прочим, UTF-8 сделана так, чтобы туда можно было добавлять и добавлять и добавлять символы. Да, более длинные, но тем не менее, добавлять их всегда. Сколько бы миллиардов, триллионов символов мы бы не захотели, мы можем все время UTF-8 расширять и расширять и расширять. UTF-32, она все-таки закрытая. Хотя там есть большой резерв. Ладно, потому что 2 в 32 это уж очень большое число. Для, наверное, всех языков, древних, существующих, выдуманных, наверное, для всех. Для них там наберется место. Жизнь покажет. Когда-то вот эти кодировки 1-байтные просто переполнились, да, и возникли альтернативные. Это такое месиво было. UTF, вообще, Unicode Consortium, это большие молодцы ребята. Можете их проспонсировать, они донаты принимают. Это не коммерческое сообщество. Consortium, точнее, да. Так вот, ладно, я что хочу сказать, что я могу сделать разветвление для буквок ILM. Да, но я не могу повесить сюда раз и два, потому что мне необходимо еще как минимум одно разветвление. Но два разветвления мне уже не надо, потому что мне достаточно повесить только три яблочка. А раз так, то я могу вот это яблочко повесить повыше. Или наоборот, вот эти повесить повыше. Мне сейчас это не важно. Вот в этой задаче мне это не важно. Мне не важно, кто здесь И, кто Л, кто М. Это не имеет значения для меня ни капель. Для меня нужно только что, какова наименьшая возможная суммарная длина всех пяти кодовых слов. Один, ну я просто по количеству ребер считаю, да. Один, да, плюс два, здесь плюс три, а здесь четыре и четыре. Да, все, два плюс четыре плюс четыре, это будет десять, плюс еще четыре, получается четырнадцать. Таким образом, в этой задаче ответ четырнадцать. Давайте еще решим одну задачу на неравномерное кодирование. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв. А, Г, Д, Е, П, Р, Р. Так вот, кто от нас хотят? Для передачи используется префиксный код. Я перевожу сразу на русский язык. Префиксный код это и есть код, удовлетворяющий условия фоно. Вообще-то существует еще и, не знаю, как правильно сказать, суффиксный или постфиксный код. Код, который удобно расшифровывать с конца. То есть, в нем не очень удобно расшифровывать сначала, потому что коды могут начинаться с последовательностей, которые... С других кодов, короче говоря, да? Более коротких. Ну, или короткий код может начинать более длинный. Но зато ни один код не является окончанием другой. Это называется обратное условие фоно. Слушайте, в реальной жизни используются префиксные коды. Понятно? Вот. Ладно. Так вот. Кодовые слова для некоторых букв известны. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова параграф? Товарищи, здесь очень важно наличие слова параграф. Мы сейчас на него обратим внимание. Но для начала надо просто нарисовать префикс на дереве. Мне хватит ровно вот этого пространства. Ничего лишнего мне сейчас не надо. Вот так вот. Итак, поехали. Вот неопределенное состояние. Итак, я смотрю, что у меня уже есть. Буква Е забила себе нолик. Слушайте, я даже на самом деле этот нолик могу не рисовать. Тем не менее, дальше что? Буква Д забила себе 1,1. То есть вот это состояние 1,1 забила буква Д. Да, я его не могу дальше сюда привешивать ветки. Да, так. Далее что? У меня остается только вот эта веточка. И на нее мне нужно повесить еще 5 букв. Еще буква Г. 1,0,0. Тут буква Г. Тут буква Г. Значит, у меня остается вот эта веточка, на которую надо повесить еще, товарищи, 4 буквы. 4 буквы. Теперь смотри. 4 буквы. Я могу сюда повесить по-разному. Первый вариант. Ну, я могу сделать как бы равномерное кодирование. Ну, равномерное в смысле вот этих вот 4 букв. Да? Могу так. А могу сделать иначе. Могу одну буковку сделать короткую. Одну чуть-чуть длиннее. Ну, такую же, как там. А две еще подлиннее сделать. Могу? Могу. То есть я за счет этого немножко укорочу длину одной буковки. Вопрос. А как мне выгодно? Давайте внимательно посмотрим на слово параграф. Но не совсем так, как ожидается. Я выпишу те буквы, которые не Е, не Г и не Д, а вот из оставшихся, буква П, да, буква А, и выпишу, сколько раз эта буква встречается. Буква П встречается в слое параграф один раз. Буква А встречается в три раза. Буква Р встречается один, прошу прощения, два раза. Да? Ну, Г, она у меня уже кодируется. Сейчас пока откладываем ее. Да? Дальше что у меня? Пара Г, Р, А, Ф и Ф встречается один раз. Да? Д и Е не встречаются, но они, елки-палки, уже имеют конкретные коды. Таким образом, я вижу, что у меня есть две часто встречающиеся буквы. Две редко встречающиеся буквы, то есть один раз. Да? Удлинить коды редко встречающихся букв не страшно. Пускай. Да? А вот эти желательно, чтобы были покороче. Причем букву А я явно хочу повесить вот сюда. Понятно? Букву Р я повешу вот сюда. Поверьте мне, я сейчас конструирую это дерево на ИТИ. Ну, ладно, не сложно поверить. Но есть, поверьте, что существуют такие системы, кодирование, по-моему, Хаффмана называется. Есть такие автоматизированные, алгоритмизированные способы выбора оптимального кода, которые сделаны для сжатия. Короче говоря. Вот в современных архиваторах эти методы используются. Подбор оптимального кодирования, которое вот максимально по частотам подбирает. Ну, вот мы здесь играем немножко в этот архиватор условный с диптом, да, с 7-литтом. Короче, есть современные эти механизмы сжатия информации. Ладно, я что хочу сказать? А вот П и Ф, нехай себе вот здесь вот и поживут. П и Ф пусть будут очень длинными кодами. Что мне необходимо посчитать? Ну, ладно, ладно. Там еще буковка, какая у меня, Г еще была, да. Г была еще, она один раз. И для нее длина кодового слова известна. Что я должен сделать сейчас? Я должен умножить единичку на то, сколько бит потребовалось для буквы П. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6, а она умеет 1, 2, 3, 4, 4 бита. Не умеет, а имеет, да, 4 бита. Я не мог сделать ее короче. Если бы я повесил А сюда, сделал бы трехбитовое, то все остальные символы было бы нечем закодировать, да. Поэтому, извините, 4 бита меньше никак. Р 5 бит, соответственно, 2х5, да. А, F, это у меня что? 6 бит. И G, 3 бита. Я бы лучше туда поставил. Ну, слушайте. Еще и Е выкину. Ну, написано, что должно быть, да. И мы хотим посчитать наименьшее количество двоичных знаков для кодирования параграфов. Ладно, давайте считать в итоге, да. 2х5, это 10, да. Здесь что у меня? 6 плюс 6, да. Плюс дважды 4, это 20. И еще 4 получается. 24 плюс 10, 34. И еще 3, 37. Ну, надо аккуратно посчитать, да. Сейчас я пересчитаю еще раз. 12 плюс 6 плюс 6, это тоже 12. Значит, 24, 34, 37. Я не ошибся. Кажется, не ошибся. Да. Сейчас, в принципе, в связи с наличием интерпретатора Python, даже если калькулятор выкорчивает из вашей операционной системы, все равно вы сможете на пятончике посчитать. Но, тем не менее, у нас правильный ответ. Друзья, есть задачки, которые не равномерные, не равномерные, а равномерные помехоустойчивое кодирование. Хочется сказать, что помехоустойчивое кодирование до сих пор является актуальной математической задачей, ну, такой информационно-математической. Есть математики, в частности, Александр Шенди, если я не ошибаюсь, которые продолжают заниматься вопросами, связанными с поиском самовосстанавливающихся кодов. Давайте посмотрим на задачку на равномерное помехоустойчивое кодирование. Здесь, к счастью, нам не нужно решать сложные математические проблемы. Тем не менее, мы должны здесь придумать новый код для какой-то буквы. Итак, по каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только четыре буквы PRST. Каждой букве соответствует свое кодовое слово. При этом, для набора кодовых слов выполнено такое свойство. Расстояние Хеминга между двумя словами не менее трех. Есть такое понятие, как расстояние Хеминга. Оно означает, ну, есть расстояние Левенштейна, так называемое расстояние в количестве редакционных ошибок. Сколько ошибок надо сделать в слове, не знаю, учительница, чтобы получалось слово корова. В смысле того, что мы где-то какими-то перестановками, замена букв, удаление букв, вставка букв. Расстояние Хеминга только для конструкции, которая ровно для слов одинаковой длины. Вот здесь у нас расстояние Хеминга для двоичных слов длины пять. Интересно то, что это пространство, мы как бы вот тыкаем точечку, и в расстоянии Хеминга рисуем ну, нечто наподобие такой дискретной сферы, да, то есть какие-то у нас попадают, не сферы, а круга, да, шарик такой, в котором мы говорим, о, все эти коды больше недоступны. Мы можем для каждого кода услов выписать все коды, которые недоступны, и найти среди всех оставшихся кодов найти и выбрать нужный код для буковки Т. Это будет очень долго. Очень. Слушайте, ну не могу не показать, потому что это красиво. Вот в Википедии есть замечательная статья. Вот. Расстояние Хеминга, число позиций, в которых соответствующие символы двух слов одинаковой длины различные. Да, вот замечательный вот есть вот для, да, четырехмерного куба замечательная такая картиночка, да, в которой вот какие-то расстояния нарисованы, да, между разными кодовыми словами. Вот. Ладно. Я что хочу сказать, товарищи? Что есть очень простой способ решения этой задачки. Мы берем, выписываем эти кодовые слова, ноль, да, дальше что там, нолик, четыре нолика, единичка, дальше, две единички, три нолика, да, ну, можно прикинуть, какие тут взаимные расстояния Хеминга между этими кодовыми словами, да, и увидеть, что да, действительно, у нас вот это кодовое слово отличается от вот этого вот в этих трех битах, да, а эти два одинаковые. Вот этот вот этого отличается где? Вот здесь, да, и вот здесь. Четыре. Между этим и этим четыре расстояния Хеминга, да, между вот этим и вот этим, соответственно, что у меня? Оно совпадает вот в этих двух, в этих трех позициях различается. Да? Окей. Метод простой, частотный. Ну, давайте посмотрим, а что чаще встречается? Чаще встречаются нолики. Ну, давайте тогда единичку воткнем, чтобы наше новое кодовое слово пореже пересекалось с другим. Здесь единичка чаще встречается. Давайте нолик воткнем. Здесь нолики встречаются чаще в других кодовых словах. Ну, давайте единичку воткнем. Еще раз, это не научный метод, это метод подгона, но в данной конкретной задачке с пятибитовыми этими словами он работает всегда. Я единственное, что предложу в конце, только потом проверить полученный код, годится он или нет. Ни разу у меня не было, чтобы он не годился, он всегда годится. Но еще раз, это не доказательная теорема. Мало ли вам дадут какие-нибудь семибитовые конструкции, и от вас попросят не одно, а два кодовых слова, которые находятся на расстоянии Хеминга, не менее чем. Это будет сложно. Но фишка в том, что если интересная, во-первых, можно убедиться, проверить и убедиться, что в скольких позициях оно совпадает с вот этим. Здесь совпадает, и вот здесь совпадает. А в этих, смотрите, различно. Замечательно. То есть с первым кодом у него расстояние Хеминга 3. С вот этим смотрим совпадающие. Вот одно только. Да? А все вот эти разные, значит, 4. Здесь расстояние 4. А здесь какое расстояние? Смотрим, совпадает вот здесь, совпадает вот здесь. В трех позициях различно. Здесь расстояние Хеминга 3. Вот такая интересная история. Ответ вот он. Все, это кодовое слово. Его не надо переводить ни в какую там систему счисления. 1, 0, 1, 1, 0. Ну что же, ребята, тема кодирования, равномерного, неравномерного, на самом деле, достаточно интересна и важна. Вот, и еще раз говорю, она научно до сих пор остается актуальной по вопросу самовосстанавливающихся кодов. Да, сколько бит необходимо минимально, что бы. Вот, и это актуальные вопросы математики и теории передачи, не теории, прошу прощения, а даже практики. Теории и практики, передачи и обработки информации. Ну что же, желаю вам успешно сдать ЕГЭП информатики, стать IT-специалистами, программистами, сисадминами. Пользуйтесь свободным программным обеспечением. Вот, желаю вам этого. Вот, учитесь набивать на клавиатуре вслепую. Бог в помощь. Субтитры создавал DimaTorzok